Добрый вечер! Сегодня я прочитаю вам сказку «Желтый Алис». Говорят, что жил когда-то в Китае бедный студент. Звали его Ми. Он был так беден, что не мог заплатить даже за чашку чая. Ми просто бы умер с голоду, если бы один хозяин, чайный, не стал бесплатно кормить его и поедать. Но вот однажды Ми явился к хозяину и сказал, я ухожу. Денег у меня нет, и заплатить за все, что я здесь выпил и съел, мне нечем. Однако я не хочу оставаться неблагодарным. Вот, смотри. И с этими словами студент Ми вынул из кармана кусок желтого мела и нарисовал на стене чайный желтого аиста. Этот аист, сказал Ми, принес вам в десять раз больше денег, чем я вам задолжал. Каждый раз, когда соберутся люди и трижды хлопнут в ладоши, он будет сходить со стены и танцевать. Но помните, никогда не заставляйте аиста танцевать для одного человека. А теперь прощайте. И с этими словами студент Ми повернулся и вышел. Хозяин был удивлен, однако решил попробовать. Когда на другой день в чайной собралось много народу, он попросил всех трижды хлопнуть в ладоши. И сейчас же аист сошел со стены и протанцевал несколько танцев. Да, еще как весело да и забавно, а потом ушел обратно. Гости были восхищены, удивлялись, ахали, не могли поверить своим глазам. И так было каждый раз. Слух о диковине разнился повсюду. Народ валом валил в чайную, и хозяин быстро погател. Обещание студентами сбывалось. Но вот однажды в чайную зашел богатый начальник, мандарин. Видят, сидят кругом одни крестьяне да ремесленники. Рассердился мандарин и приказал всех выгнать. Слуги налетели с палками, народ разбежался, и мандарин остался один. Выложил он перед хозяином кучу денег и потребовал показать ему аиста. Хозяин при виде денег забыл обо всем. Он трижды хлопнул в ладоши, аист несмотря нехотя сошел со стены и протанцевал один танец. Вид у него был пасмурный и больной. Потом он ушел обратно и больше не шевелился. Мандарин кричал, грозил, что сделать ничего не мог. А ночью у дверей чайной раздался сильный стук. Хозяин пошел открывать, видит, стоит студент МИ и молчит. Вынул МИ из кармана дудочку, заиграл и пошел, не оборачиваясь. Аист трепенулся, соскочил со стены и поспешил за ним. С тех пор никто уже не видел студента МИ и его волшебного желтого аиста. Старые люди говорят, что если где-нибудь появится такая диковина, то это для всех. А если завладеет ее один человек, она все равно исчезнет. До новых встреч!